В свое время Путин в одном из интервью обмолвился, что не с кем уже поговорить. Мол, все так лидеры измельчали, что после Махатмы Ганди не с кем поговорить. Скажите, а вы видели в России или за пределами России государственных деятелей, которые были бы круче Путина? Да. Можно их назвать? Саакашвили Михаил Николаевич. Вот так? Безусловно. Дело в том, что Михаил Николаевич Саакашвили оказался президентом Грузии, который не сопоставим с Россией по масштабам, по численности населения, по масштабам экономики, по уровню экономического развития, по состоянию государственных политических институтов, по состоянию общества. Это действительно была страна в состоянии катастрофы. Экономической, политической, социальной, правовой. Страна, в которой власть находилась в руках бандитов в самом прямом смысле этого слова. Фактом жизни было не только то, что когда приезжали, например, некоторые чуть-чуть более-менее успешные бизнесмены в Тбилиси, то им на встречу выезжали экскорты с вооруженными людьми для того, чтобы они могли преодолеть 15-минутное расстояние между аэропортом и городом, чтобы их не похитили и не требовали бы выкуп за их жизнь. Но и когда какой-нибудь очередной крестный отец и мафиозный босс приезжал, то ему навстречу приезжал министр внутренних дел. С кортежем. Тоже, да, сопровождал. Это вот было состояние страны. И то, что Михаил Саакашвили вместе с его коллегами, которых он, кстати говоря, собрал в уникальную команду, удалось сделать за вот эти 10 лет, это действительно результат, даже 9 лет практически там. Но это результат, это настоящее чудо.